Даугавпилская профессиональная строительная школа уже не один десяток лет является кузницей кадров для фирм, занимающихся сооружением различных объектов. Правда, в одно время выпускники учреждения сталкивались с проблемой трудоустройства. Предприятия не хотели брать на работу сотрудников, не имеющих опыта. Именно поэтому руководство школы вело переговоры с директорами фирм о прохождении практики учащихся. Время не было потрачено даром. Сегодня большинство выпускников без проблем находят работу по специальности не только в Латвии, но и за рубежом. Практически устраиваются все те, которые проходят квалификационную практику. Они уже там себя показывают и они уже устраиваются. Одна часть уже умышленно собирается уехать за границу, потому что за границей также необходимы строители. Они тоже быстро набирают темпы и идут работать в строительстве. Может быть это неплохо посмотреть, но сегодня я могу сказать процентно немного ребят, которые идут на биржу. Или это ребята, которые не нашли контакт с предпринимателем, или у него какие-то личные отношения. Бывают семейные обстоятельства, что какие-то бывают. Но это мы узнаем, конечно. А так в принципе устраиваются. Во время встречи предприниматели имели возможность высказать свое недовольство уровнем подготовки молодых специалистов и школы строителей. Но претензий не оказалось. Представители фирм, которые тесно сотрудничают с учебным учреждением, предоставляя места для прохождения практики, наоборот, хвалят учеников. Многие ребята затем получают предложение по трудоустройству. Такое практикуется, например, в Дитенбуве. Мы очень много пользуемся услугами этого училища. У нас, наверное, в среднем год от года немножко меняется. Но в среднем где-то около 15 человек и больше проходит практику. И бывает проходит практику второй курс, или мы даже первый. Но после последнего курса у нас остается на нашем предприятии где-то каждый третий. То есть уже постоянно работать. Учителя профессиональной строительной школы также преподают в Далговгревской тюрьме. И, как утверждает руководство места лишения свободы, количество учеников с каждым годом растет. Многие осужденные осваивают строительные профессии, чтобы после освобождения устроиться на работу и вести нормальную, законопослушную жизнь. Если человек желает, то он при любой ситуации найдет себе применение, если у него будут какие-то навыки. То есть для работодателя уже не будет влиять тот момент, что он был в местах не столь одолен? Ну, допустим, у нас есть сотрудничество и с предпринимателями, которые организуют производство на территории тюрьмы. И отдельным заключенным они даже дают рекомендацию, что после освобождения они будут предоустроены у него на производстве. Значит, наличие судимости, если человек хорошо относится к выполнению своих обязанностей, не является основанием для того, чтобы ему отказать. Никогда не надо останавливаться на достигнутом, нужно всегда двигаться дальше. Именно поэтому в стенах школы и решили провести такую встречу-дискуссию. В дальнейшем подобные семинары будут иметь продолжение, потому что благодаря такому общению можно своевременно выявить проблему и решить ее.